Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Ромулус, и мы проходим финальную миссию второй части нашей кампании. Итак, украдите фиал с кровью жизни лорда вампиров, Вокеала. Это позволит вам создать эликсир жизни и выиграть кампанию. Стандартные условия, если наш главный герой гибнет, то всё прекращается. Так, из выборов 3000 золота, 20 воров, ну, выбор очевиден, только снайпера. Последний компонент эликсира жизни находится в нетленных руках лорда вампиров, Вокеала. Говорят, что фиал с кровью жизни нужен ему, чтобы поддерживать существование, не прибегая к ещё более ужасным способам добычи крови. Этот артефакт славен своей способностью противостоять злу, и потому мы просто обязаны иметь его в нашем арсенале. Ты должен найти способ похитить фиал у проклятого вампира. Помни, что не всякую задачу можно решить простыми и явными средствами. Освежи в памяти всё, чему тебя учили, и будь на чеку! Так точно, товарищ командир! Итак, нам тут дали непростую миссию. Так, желательно бы как-то быстрее её исполнить. Для этих целей понадобится весь наш арсенал. Всех средств и умений, которые только могут быть. Второй замок. Что ж, попробую сразу же пойти на противников. Может быть, получится вынести у них несколько замков. Так, шикарно. Так, надо будет ещё раз перенестись. И докупить остатки наших войск. Ну что ж, со следующего хода пойдём уже на противника. Как раз у нас и мана набежит необходимая. Так, превосходно. Дополнительные силы, дополнительные возможности. Сразу же идём на территорию к противникам. Будем искать у них слабые места для дальнейшего подвижения. Так, благо у нас есть хорошее заклинание, которое позволит нам выбить из противника всё, что им помогает в победе. И добудем славную победу. Но цель у нас не уничтожить противника. Цель у нас найти необходимый артефакт. Поэтому не факт, что мы сразу же победим. Итак, первый наш враг. Надеюсь, это не маг. О, славно, ещё ни одной башни нет у них. Так, а герой такой не слабенький. Так, что бы, что бы поделать с этим всем беспорядком. Телепортация мне, по сути, не поможет. Уничтожить нечесть и 80 урона мало. Так, цепная молния. Цепная молния будет хорошим дополнением. Так, есть. И ударь меня. Замечательно. Ну что ж, не потеряв ни одного бойца, мы захватили этот замок. Так, один ход можно потратить на развитие. Дальше надо идти. Так, где же наш следующий противник? Так, а вот он, дорогой мой противник. Ага, здесь у нас уже полноценный замок есть. И если я буду штурмовать, то 100% понесу потерю. Ладно. Ух ты, ё. А вот тут уж я не знаю, смогу ли я победить или нет. Так, у противника приличная сила. Ладно, проверим. Так. Нет, ну всё-таки победа должна быть за мной. Как бы там противник не старался. Может быть, ещё одна цепная молния позволит исправить это. Казус, который у нас происходит. Так, четырёх сразу положить. Давайте попробуем. Нифига себе. Это вот облом. Ай-яй-яй-яй-яй. И так, это колоссальная потеря. Так, я даже не знаю, сумеем ли мы выжить. Блин! Так, последние возможности буквально остаются. Так, и снова-таки только молнией я могу атаковать противника. Хочу верить, что удастся. Так, удалось. Замечательно. Ну что ж, теперь в этом замке судьба мне находиться и ждать, пока не придёт новая популяция. Да, потрепала нас война. Теперь придётся выждать необходимое время и уже нападать на противника. Так, капитуля есть. Надо собрать на цитадель. На цитадель не хватает. Немного камней. Так, шикарно. Ну вот, наш спасательный круг. Наш спасательный друг. Так. Необходимо сейчас докупить лучников, которые здесь по соседству обитают. И уже можно дальше наступать на оставшихся противников. Так, войско у нас нехилое. За первую неделю мы действительно сотворили чудо. Самое настоящее. Противник пал, ещё не начав противостояние. Так. Улучшение сопротивляемости магии на 15%. Замечательно. Так, как по мне. Так, давай тяжело. Сейчас выбьем всю дурь из наших противников. Я не знаю, имеет ли смысл здесь развитие замков. В принципе, поскольку у нас и так немалая войска была собрана. Так, замечательно. Ну что ж, ещё одна жертва. Жертва, у которой всего лишь 8 маны. Вот это везение. Так, 80 урона. Удар нежити. Того мало. Цепная молния. Лучше всех. И что ж, противник убежит. Да. Молодец. Наш герой вовремя смылся. А у противника не должно остаться больше никаких сил для войны. Так, надеюсь, это последний замок, который есть у противника. И здесь опять-таки нет башен. Большое везение для нас. Так, паши нет, но есть что-то другое. Так. Возможно, у противника ещё несколько героев есть. Но 3 замка это, наверное, лимит. Не видел я, чтобы больше замков было в самом начале игры. Так, давайте-ка цитутель построим здесь. Ну что ж. Так. Хорошая место. Великолепный артефакт. Так, счета у нас вроде как нет, но он нам по сути и не нужен. У нас герои так достаточно сильные. Так, последний персонаж противника. Да, противнику и правда не с чем было воевать. Вот так вот, благодаря развитию в прошлых миссиях, красный противник покидает поле боя. Так, теперь желательно бы обнаружить все необходимые палатки и уже спокойно добить врага. Так, они еще и ссор. Да, я уверен, сейчас процесс быстро пойдёт. Можно как раз одним из героев разведывать, вторым собирать необходимые ресурсы достаточно быстро. Выберемся из этой группы. Так, замечательно. Так, ну что ж, где у нас ближайшие возможности с палатками? Так, к сожалению, это последняя миссия. Здесь, в принципе, уже не имеет смысла какого-то развивать персонажа. Более чем это нужно. Так, снайперов у нас тоже более чем достаточно для войны. Так, понятно. Синяя палатка мне нужна. Где-то нам её надо найти сейчас. Лужайка единорогов. Ну что ж, со временем мы сможем найти необходимые элементы для победы, но со временем только. Так, прекрасно. Обзор. То, что нужно. Так, где же противник спрятал? Ага. Ну что ж, я уверен, что нахожусь, наверное, в пути и в скором времени. Хорошо. Палатка синяя нужна. Так, в прямом-таки смысле много где не имеет смысла даже искать что-либо. Так, посмотрим, что тут на юге ещё есть. Итак, герою бы нашему сейчас ботинки какие-нибудь магические и пусть бы перелетал все преграды. Так. Так, что это 4, 3. Ну что ж, синяя палатка у меня теперь есть. Ладно, давайте пройдём уже, посмотрим, что там есть. Так, для драконов мне не хватает ресурсов. Плохо. Хотелось бы их уже строить. Ладно, где-то ряд этих палатков, как только Фил с кровью жизни окажется в ваших руках сочетать его с кольцом жизни и кольцом здоровья, чтобы создать эликсир жизни. Для эликсира необходимо все 3 компонента, все они должны остаться вместе, чтобы сила эликсира не иссякла. Рецепт прост. Поместите кольца в фиал, трижды произнесите заклинание, написанное на вручённом вам свитке. Как только вы произнесёте заклинание в третий раз, эликсир и швёт после этого немедленно произнесите. Сетиво мне. Так вот. Сделай всю работу, ещё и спасибо скажем. Так. Вампиры охраняют. Тут что-то. Молодцы, ребята. Но вампиры мне не нужны. Так. У нас здесь есть телепорты к каким-то местам непонятным. Пока ещё непонятно. Ого. А это может быть конец. Так. Реально может быть концом. Хорошие новости. Ну что ж, ещё и ещё одного противника мы положили. Жаль, они к нам не присоединились. Мне бы очень этого хотелось. Так. Есть драконья скала. Прекрасно. Так. А что-то здесь должно быть интересно. Так. Маследний навык можно получить, но он уже не нужен. Так. Здесь у нас ещё, наверное, один замок какой-то будет. Да. Очередной аплод. Давайте захватим уже для коллекции наших замков. Сразу же можно пополнить ряды наших доблестных войск. Так. Превосходно. С удовольствием буду с этими драконами сражаться. Я думаю, мои лучники сразу положат этих негодяев. Да. Давайте хоть одного в коллекцию. Так. Один из драконов собран. Да. Жаль, не пришлось проявить здесь все способности нашего героя. Он бы всех мог порвать здесь. Так. Ну что ж, момент истины приблизился и противник будет наносить первый удар. Он нам. так, а мне, дабы выжить, надо хотя бы ослепить кого-нибудь из противников. Так, желательно бы это лучик убрать. Так, шикарно. Один из противников погибает. Есть. Не хватает тут одного заклинания, так сказать, вылить котелок с непонятной жидкостью на голову наших противников. Мы всегда считали, что это котелок, но вы поняли, с чем, в принципе. Так, есть. Совсем небольшая инновация и противник бежит. Так, что тут? Может быть на базаре можно купить этот артефакт? Хорошо бы было. Ну да, нифига подобного. Нет такой возможности у нас купить. Ну что ж, остается немного вариантов. Нужно закупить войско. Так, сейчас скажу, как он называется. Вон изначально в нашем замке мы даже не разведывали ничего. Тупо телепортом пользуемся. Так, шесть драконов. Хорошо. Так, ну можно пополнить немного ряды нашей армии. Момент победы уже близится. Да, а противников все больше и больше уходят с этого поля битвы. Так, давайте, наверное, кого-нибудь прокачаем. Пусть это хотя бы Пикассо будет. Как-то неудобно получилось. Так, есть. Ну что ж, теперь я надеюсь, мне там надо два артефакта определенных собрать. Для того, чтобы получить по сценарию. Так, палатка есть. Хорошо. Воры, просыпайтесь, дети мои, завтрак подан. Это мы завтрак. Зволочь. Вот так, как он, сразу всех наказали. Так, и вот этот вот щит необходимый. Замечательно. Так, остается еще один такой поход. Здесь у нас есть свиток необходимый. Да, противник никак не хочет уступать. А замечательные артефакты попались. А, ну забьем ли. Эх, слабаки. Пришлось попрощаться с площадью. С артефактом. Да, получательные стрелы. Так, где-то на этом пути это должно быть. Сейчас. Вот здесь где-то находилось здание, в котором можно было найти за эти артефакты. Финальная наша миссия. Да, герой наш нереальный. Крут. В плане защиты от атаков, в первую очередь. Вы обладаете всеми компонентами, нужными для сборки эликсира жизни. Хотите ли вы собрать этот артефакт? Ну, конечно, хочу. Поздравляем, вы нашли эликсир жизни и можете требовать признания вашей победы. Ну что, друзья, спасибо всем за внимание. С вами был Ромулос. Подписывайтесь на мой канал. Я завершил составление эликсира жизни. И после финального ролика мы завершаем. Я по праву заслужил место в рядах Лесной Стражи. И посвящаю свою жизнь защите моей прекрасной. Наш живолосый герой стал действительно защитником, членом Лесной Стражи. И на этом моменте я завершаю данную миссию. Спасибо всем за внимание. До новых серий! Субтитры создавал DimaTorzok